Всем привет! С вами Юля и канал New Technology. Глядя на новинку, которую я буду представлять сегодня, приходят мысли о том, насколько прогресс неумолимо двигается вперед. Когда-то наши родители бурно радовались, если могли найти на улице висящий на стене целый телефон и две копейки, чтобы иметь возможность куда-то позвонить. Потом появились первые карманные кнопочные телефоны, где сумма из двух копеек выросла в разы больше, но теперь не нужно было тратить время на поиски телефона, а спокойно достать его из кармана и звонить, куда нужно. Через время на смену кнопкам пришли на экранные клавиатуры, что позволило расширить область видимости на дисплее. Но и этого уже мало. Мало одной камеры – даешь две. Мало две – не вопрос, будет четыре. Ну а теперь пришло время, когда одного экрана тоже уже не хватает, и да будут два экрана, сказали в компании ZTE и сделали подобный шедевр. Вот о нем и будет мой рассказ. Итак, жили-были дед и баба, и была у них… Нет, не курочка-ряба, а последняя модель смартфона от компании ZTE Exxon M. О, конечки! Батюшки! И чтобы помочь бабе с дедом разобраться в этом девайсе, я для начала выделю его главные достоинства. Первое – это, конечно же, его два экрана. На втором месте можно поставить платформу Android 7.1.2 Nougat. Далее можно выделить камеру на 20 Мп и довольно неплохую емкость аккумулятора на 3180 мАч. Сам аппарат ZTE Exxon M получил цельнометаллический корпус и по своей конструкции напоминает миниатюрный ноутбук. По сути, это два обычных смартфона, соединенных вместе с шарнирными петлями. В сложенном виде экраны оказываются снаружи, где один из них будет выполнять роль тыльной стороны смартфона, и так как вверху только над одним экраном будет располагаться камера, то в зависимости от того, какой экран будет впереди, камера будет переключаться в режим основной или фронтальной. Рядом с камерой находится двойная светодиодная вспышка и сеточка динамика. Слева на корпус вынесли все основные кнопки управления. Это кнопка включения, качелька регулировки громкости, лоток для двух сим-карт с возможностью расширения картой памяти microSD и сканер отпечатка пальца. Вверху находится микрофон для шумоподавления и разъем на 3,5 мм. Внизу установлены порт USB Type-C и под решетками основной динамик и микрофон. Пластиковые вставки под антенны находятся сверху и снизу на торцах. Сами TFT LCD экраны полностью идентичны. Оба имеют диагональ 5,2 дюйма, что при объединении даст площадь 6,75 дюймового планшетного дисплея. Плотность пикселей здесь составит 426 ppi, что даст видимость экрана даже в солнечный день. В обоих случаях защиту обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 5 с 2,5D эффектом. Внизу находятся на экраны кнопки управления, из которых 3 имеют основные функции, а вот четвертый XNM раскладывается на режиме экрана. Это зеркальное отображение, объединенное изображение с двух экранов, традиционный многооконный режим с независимым использованием экранов и режим обычного смартфона. Это когда только передний экран. В аппарате предусмотрена только одна камера на 20 Мп с датчиком Sony IMX 350 с апертурой f1.8, фазовым автофокусом и альтернативной технологией VCM для лучшей автофокусировки. Есть режим SuperAuto, содержит ночной снимок и автоматический HDR. Остальные режимы – это ручной, красота лица, замедленное движение, живое фото и другие привычные настройки камеры. Также заявлена двойная стабилизация изображения. Камера умеет снимать видео в 4К UHD с кадровой частотой 30 кадров в секунду. В плане звучания в смартфоне заявлен двухканальный цифроаналоговый преобразователь AKM4962 для обеспечения высокого качества звука с разрядностью 32 бита и частотой дискредитации 384 кГц. Есть функция цифрового уменьшения шума окружающей среды. Также заявлены технология Hi-Fi для обеспечения функции Hi-Fi записи, высокое производительное звучание Fidelity и также присутствует эквалайзер и звуковые эффекты Dolby Atmos. За производительность в смартфоне будет отвечать четырехъядерный процессор Squalcam Snapdragon 821 с максимальной тактовой частотой 2,15 ГГц и графический ускоритель Adreno 530. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ формата LPDDR3 и в встроенной флеш-памяти установлено 64 ГБ формата MMC5.1. Из коробки смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 7.1.2 и поддерживать различные двоэкранные возможности, о которых я говорила выше. Емкость аккумулятора будет на 3180 мАч с функцией быстрой зарядки Quick Charge 3. Время полной зарядки 125 минут. За 30 минут можно зарядить батарею на 47%. В режиме ожидания заявлено 290 часов или 12 дней. Беспроводные интерфейсы представлены двухдиапазонной Wi-Fi 802.11 с окончанием IC Bluetooth 4.2 волтии. Размеры ZTE XNM составят 150,8 на 71,6 и на 12,1 мм при достаточно солидном весе 230 грамм. Новаторским решением ZTE XNM не является, потому как идея сама по себе отнюдь не нова. Но эксперимент ZTE вполне себе имеет право на жизнь. Тем более, что само устройство можно назвать экспериментальным. В пользу этого говорит и то, что продажи ZTE XNM будут ограничены только двумя рынками – США и Японии. Причем в обоих случаях это будет эксклюзив для сотового оператора. В первом случае AT&T, во втором – DACOMA. ZTE XNM поступит в продажу этой осенью, но будет ли он доступен без привязки к оператору – пока неизвестно. Оценил девайс ZTE XNM в 725 долларов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Ну а теперь анонс новинок, которого у нас уже давненько не было на канале. Компания HGM Global представила еще один смартфон под брендом Nokia, который ожидали увидеть только в линейке устройств 2018 года. Nokia 7 позиционируется в качестве доступного решения с оптикой для основной камеры от ZES. Помимо именитой оптики, камера смартфона может похвастаться 16-мегапиксельным сенсором F1.8 с фазовым автофокусом, дополненной светодиодной вспышкой. Также к сильным сторонам Nokia 7 производитель относит дизайн в корпусе из металла алюминия 7000 серии и изогнутого 2.5D стекла Gorilla Glass 3, ну а также сбалансированное железо. Более подробная характеристика этого девайса будет в моем следующем обзоре, поэтому не уходите с нашего канала, комментируйте, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. С вами была Юля и канал New Technology. Bye-bye! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Продолжение следует...